Ученый, геолог, ведущий граммологию, приходит с вами на прямую связь. Константин, приветствую. Алло. Да, что у нас с Солнцем? Пишут, что есть какие-то серьезные изменения, и к этому нужно тоже быть готовым. Ну, надо сказать, что все разговоры связаны с тем, что НАСА, так скажем, объяснило, что происходит с Солнцем. Солнце находится фактически на пике своей активности, своего 11-летнего в среднем солнечного цикла. Система такая, примерно 4 года активность эта растет, примерно год вот этот, из этих 4, это самая высокая активность, мы как раз в этой активности, а потом где-то лет 7 она в среднем плавно затихает, чтобы потом опять начать расти. Иногда период солнечной активности бывает покороче, лет 9, иногда бывает подлиннее, там до 13 лет, но в принципе, по большому счету, вот за 25 наблюденных циклов, с момента, как в середине 18 века их стали регистрировать, вот у нас сейчас 25-й солнечный цикл, в общем, в среднем так и получается, 11 с копейками лет. Так что, по большому счету, ничего удивительного не происходит. Происходит то, что происходило и раньше, и должно происходить. Другое дело, что может, конечно же, в любом цикле произойти какой-то особенный выброс, и Земля как раз попадет в этот факинг, да, такое тоже может быть, и об этом предупреждают. А чем это может, какие последствия может это, каким последствиям это может привести? Ну, надо понимать, что в принципе, это огромный поток заряженных частиц, протонов летит, там отрицательные заряженные частицы, все они ударяются о радиационные поля Земли, и защита, так сказать, наша Земля же магнит, и в результате этого начинаются пульсации магнитного поля. В общем, по большому счету, прежде всего, страдает радиосвязь, все виды радиокоммуникации. Вот тут уже, как говорится, без вариантов. Нарушается работа электронных приборов, причем чем меньше и токи в этих приборах, то есть тем более такая совершенная техника, тем ей становится хуже, поскольку токи меньше в естественном состоянии. Так что, в общем-то, предполагается, что да, люди нездоровые, пожилые, они такие вот скачки, такую магнитную бурю переносят плохо. Здоровому человеку ничего не сделаете, слушайте. Где-то последние 5 миллиардов лет Солнце как жило, так и работает, как работало, так и работает. Так что, по большому счету, вся жизнь сформировалась вот в таких вот условиях. Но опять же, для человека молодого ничего нету, а вот для человека, так скажем, пожилого возраста уже как бы есть какие-то нехорошие варианты. Поэтому рекомендуют отдыхать, пить прописанные лекарства, не нервничать, не перенагружаться, и потихонечку, видишь, так вся проблема и пройдет. Ну а что касается техники, то вот Национальное агентство по исследованию океанной атмосферы, ну а это и НАСА, они постоянно высылают предупреждения, которые в первую очередь идут военно-воздушным силам США. Это обязательно, это противоракетная оборона, чтобы, не дай бог, ей там ничего не привиделось. Это департамент финансов, то есть биржам. Представляете себе, если в массовом порядке начнутся сбои в биржевой деятельности. Ну и третье, это по медицинской части, потому что могут пройти сбои в современной медицинской технике. А это тоже очень рискованная вещь. Ну и все остальные тоже это, естественно, читают кому надо, и таким образом, так скажем, предпринимают нужные действия. Но на данные ближайшие двое суток, по счастью, вроде бы никаких потрясений не ожидается. А это каким-то образом солнечная активность влияет на климат? Ну, мы, конечно, наблюдаем северные сияния даже в наших широтах. Они стали чаще. Раньше это казалось чем-то из ряда вон сейчас. О, опять, возможно, вы, если посмотрите, то увидите. Ну, это то, что мы видим. А может ли это приводить к каким-то еще изменениям, скажем так? Ой, ну, во-первых, до конца никто ничего еще не выяснил. Я могу сказать, если хотите заняться загадками, которые, как говорится, бесконечные, занимайтесь астрофизикой или вообще геофизикой. Ну вот, если так кратко. Вообще нужно учитывать, что Солнце летит в нашей галактике, и, так скажем, нашу Солнечную систему пронзают потоки космических лучей от всевозможных взрывов, которые в нашей галактике, где миллиарды звезд, постоянно что-то взрывается. Эти космические лучи, так бы, что называется, и дали бы нам жизни, но Солнце само выпускает свои лучи. И таким образом наша Солнечная система, Земля уж точно, находится в своеобразном солнечном пузыре. И вот что интересно. Когда наше Солнце активное, вот как сейчас, пузырь усиливается, и вот этот солнечный ветер вымывает галактические, да космические солнечные лучи. Но у солнечных лучей есть одна особенность. Существуют достаточно надежные такие гипотезы, что космические лучи помогают образованию облаков у нас на планете. И вот тут-то возникает следующий момент. Если космических лучей, как бы, много, то есть Солнце слабое, космических лучей много, облаков много, Земля остывает, потому что облака отражают, ну, фотографии из Земли все видели из космоса, отражают излучение в космос обратно. А если Солнце сильное, излучение выметает космические лучи, облаков на планете становится меньше, она нагревается, и таким образом вроде бы в момент происходит нагрева. Но, по большому счету, все считают в массе своей, исследователи считают, что, конечно, это влияние гораздо меньше, чем все другие возможные варианты. Так что считать, что из-за того, что сейчас активное Солнце, и вот будет из-за него там жаркое лето, это, скорее всего, не так. А почему мы фиксируем какие-то беспрецедентные ураганы, тайфуны, цунами, наводнения, то есть это с активностью Солнца, как мы понимаем, никак не связано? Ну, я говорю, что до конца все связи не вычислены. Вот нельзя сказать, что, знаете, как вот выпил ты эту таблетку, и у тебя, вот что называется, увеличился сердечный ритм. Вот это вот тот пример, когда есть понятная причина, следственная связь. С Солнцем не вполне понятно. Вот есть гипотезы. Времени прошло, пока мы начали хорошо изучать Солнце, мало. Но все-таки, слушайте, одна человеческая жизнь – это слишком мало. По этой причине, конечно, мы узнаем больше. Существуют космические станции, которые отправляют к Солнцу. И сейчас мы знаем, конечно, много больше. Но, скорее всего, то есть 90 с лишним процентов, все эти проблемы связаны с тем, что мы делаем на Земле, что происходит на самой Земле. Потому что изменения очень быстрые. И единственное, что произошло на нашей планете, это неизвестно откуда вот это огромное количество углерода, которое лежало миллионы, десятки миллионов лет в недрах Земли, вдруг неожиданно оказалось в атмосфере. Вот с чего быть? А вот с деятельности человека, каких-то неполных 200 лет. Это большинство специалистов считают, что это наши труды. Мы просто-напросто нарушили равновесие, и камень покатился. Ну, а теперь дальше теперь уже нужно думать, что делать дальше. Просят прокомментировать наводнение в Баку. Там вот серьёзное наводнение случилось. Ой, ну так, кроме Баку, у нас сейчас наводнение всято, юг Франции тонет, Италия опять. Я уж не говорю, что месяц назад в Центральной Европе всё было. Опять же, тут была засуха, а сейчас у нас наводнение. В пустыне, в Сахаре наводнение, чему вам что-то надо удивляться? Это то, к чему мы приходим, к нестабильной системе, когда у нас то пусто, то густо. И вот я говорю, счастье, что вот мы в Балтийском регионе, у нас такого ещё нету. Но если так всё будет дальше идти, дождёмся. Никто не убежит от этого дела. И тут очень важно учитывать, что это не только, знаете, интересы учёных. Это же простая экономика. Если говорят, что из-за наводнений в Центральной Европе 11 миллиардов первой помощи надо. А тут Испания, Франция, проблемы у других стран. И когда начинает расти вот этот счёт, тогда становится понятно, что многие другие программы, политические, военные, социальные, они все начинают отходить на второй план. Тут что называется, дай бог, людям палатку натянуть, крышу дать, и накормить их. А ведь эти же наводнения, все эти изменения, они уж уничтожают запасы при пище, разрушают сельское хозяйство. Еда-то она не из воздуха берётся. Поэтому это очень серьёзная вещь. И многие страны, что называется, пересматривают свою экономическую политику и политическую политику, в зависимости от того, насколько сильно они пострадали. Ну, получается, что мы вступаем в эпоху такой непредсказуемой погоды, да? То есть, то, что мы уже... Мы уже вступили. Такая новая нормальность, да? Это новая, вот это очень правильное слово. Это новая нормальность. То есть, через какое-то время как-то может всё и устаканиться. А может, это просто новая жизнь. Ведь были в теории, в геологической истории Земли самые разные времена. И вот что жутко для человека современного из развитых стран, что эволюция, она бессердечна. Если ты не можешь приспособиться к данной ситуации, значит, ты должен умереть. И дать дорогу тем, кто приспособится. Выживают не лучшие, а выживают наиболее приспособляемые. Вот. И мы тут, если мы имеем, как говорится, гордимся своим разумом, сейчас уже нужно прилагать силы, мощные усилия на то, чтобы готовиться к тому, что будет хуже. А это требует средств и требует отвлечения от всяких других вот этих маразматических идей, которые были актуальны в девятнадцатом, двадцатом веке. Вот. Сейчас не до этого. Еще лет десять, пятнадцать и все. Что мы будем делать, если мы будем так вот сидеть, мечтать, знаете, вот как вот разговоры. А какая у нас будет ситуация там политическая в две тысячи сотом году? В две тысячи сотом году может сложиться такая ситуация, что некому будет думать об этой политической ситуации. Вот в чем проблема. Не о культуре, не о поэзии, не о науке. Вы знаете, замечательная же фраза, по-моему, ее приписывает Эйнштейн. Он говорит, я не знаю, как будет вестись Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вестись дубинами. Камнями и палками, да. Ну или камнями и палками, камнями-то еще уметь надо их подготовить. Так что, как говорится, это очень серьезный вопрос. И поэтому на этом фоне солнечные вспышки, да, вот, это очень интересно, очень важно, особенно в плане вспышек не самого Солнца, а которые могут вот прийти из космоса. Поэтому это нужно изучать, но это не та проблема, которая может на нас свалиться вот прямо завтра, и нам нужно будет что-то срочно делать. Я повторюсь, солнечная система образовалась порядка пяти миллиардов лет тому назад, Солнце с планетами, и все это время она работала, и еще как минимум миллиард лет есть в запасе. То есть за миллиард лет до конца света, да? Слушайте, миллиард – это тысячи миллионов, а, так скажем, жизнь на сушу вышла 350 миллионов лет назад. То есть миллиард – это означает, что еще два раза как минимум можно спокойно все начинать сначала с первых рыб, которые выползли на первый берег. То есть можно нажать ресет, да? Да, можно сделать ресет. Пока останется хотя бы несколько там каких-то лямблей, да, есть запас времени на этот самый. Тем более океан, вот парадокс, что мы же океан-то знаем, Луну изучаем Марс, гораздо с большим, так скажем, эффектом, чем изучаем пучины океана. Недавно вот вдруг обнаружилась такая вещь, что конкреции, камни, которые лежат на дне океана, они сами вырабатывают кислород. Вот лежат себе и вырабатывают. Ну, там реакции некоторые, химия, электрохимические, но неважно. И выясняется, что не только растения на поверхности, но и камни, лежащие на дне океана. В общем, звучит совершенно дико. Что с этим знанием делать, не совсем понятно, но одно уже хорошо, что во всяком случае жизнь может начаться и там. Ну, это игрушка, конечно. Ну что, достаточно оптимистичный прогноз. Если вдруг что, то переродимся. Все начнем сначала. Ну что, спасибо, Константин Рангс, ученый-геолог, был с нами на прямой связи. Спасибо, Константин, и до следующего раза. Всего доброго. Всем удачи и здоровья. Мы продолжаем наш...